всем привет дорогие друзья всем привет с вами как обычно димон и егор ура у нас обзор на beatrix always 293 паркап но это не точно в общем давай димон ты показывай я пока ты показывай потому что ты не занял первое место да ну так бывает значит у нас старт не выделен мы должны догадываться что он где-то здесь я тебя перебью сразу скажу что почему блять старт не выделим ну типа ну то есть я понимаю возможно здесь на пушках это не так критично и настрой версии он выделил потому что я на него напиздел на сервере когда мы играли что слышишь нахуй выделить старт потому что но не но это неприятно играть когда ты не знаешь есть старт вот все продолжайте дмитрий александрович извините агрессивно меня перебили значит значит две ракеты тоннель два пуска дают нам пуска да был бустан видим классные эффекты лампочек на них блюрятся надо 50 возьму видим стену ракет уже нет все на скорости скилловые техники курвы у нас курвы кривые иногда мне можно застать вот как сейчас будет например ну тут нам еще две ракеты у нас рампай ничего сверху естественно все это проходится на большущей скорости на огромней скорости нам дают еще 50 тут у нас слиг внимание слиг стена которая видно что перелетает даже я наверно смогу отсюда перелететь ну-ка перелетел довольно просто странное место я так полагаю он какой-то 2x тут задумал но потом решила похуй и так сойдет ну отдают нам еще две ракеты какие-то смены этажей многоуровневая карта 200 потом бесконечное количество патрон можно сказать уже неограниченное если вы так уж получилось что такие зафейлили раки джан тут вас не убивает упас отталкивают это зеленая 4 причины не и да да оба оба внезапно прыжок да такой на 310 в общем-то вот нормально чули дрессим посмотрим сможешь ли ты перебить даже не зладил чемпиона мира сейчас нагнул смотри давай покажи ну короче да старта нет но старта нет старта нет ну кстати вот-вот по этой полосочке как будто бы видно ну ты ж не будешь вглядываться в полоски где-то здесь видишь полосок но дорогая текстурная полоска как вот здесь и вот здесь надо среднюю короче я я вижу но скорее всего чуваки ну да поэтому если что я сошел с ума просто или полоски ну да короче цпм от вк3 особо не отличается все равно потому что нужно следовать так сказать курвам кроме первой потому что перну вк3 наверно первую можно заюзать в цпм можно не юзать во первых нам на старте надо найти правильный спейсинг и вот такой вот спейсинг нам не очень подходит потому что мы далеко от стены очень приземляемся если мы делаем опять же здесь гб то в этом случае мы слишком далеко точнее слишком близко к следующей платформе и тогда есть вероятность не набрать не успеть набрать высоту оплазмить надо набирая скорость они не просто набирать высоту набирать еще и скорость эффективно но я для себя выбрал в общем-то способ самый быстрый да и гб так получается лучше это просто от стены на 1200 отталкиваемся и вторую ракету без гб просто отстреливаем и и сразу где-то мы достаточно далеко и можем высоту успеть набрать и скорости побольше набрать и плазмить начинаем раньше тому же прям на триггере поздно красиво короче да далее наконно формах в общем-то ну еще естественно рекомендую для тех кто хочет потом если вдруг вернуться на эту карту и поставить какой-то рекорд улучшить авто свитч нужно отключать на этой карте потому что он немного мешается и по курвам нужно плазмить я даже не знаю как объяснить в общем то нужно поворачиваться наверно чуть-чуть заранее чуть чуть более заблаговременно чем идет поворот в общем то немного опережая типа не прямо на поворот грубо говоря стрелять как будто бы в себя так и плавненько поворачивать а потом обратно выравнивать угол на прямую стену но это немного задрочно с курвами это вообще ужас ну по роутам я не знаю здесь роутов то особо роутов особо как таковых нету примерно это вот так выглядит отстреливаем ракету там потом здесь желательно нам быть в воздухе потому что если мы приземляемся перед курвой где-то там у нас очень большая вероятность точнее стопроцентная потом солнце димон довольно большой она моргает димон подожди как там целедросом подожди в общем то мы здесь теряем скорость если приземляемся непосредственно где-то в области курвы то есть нужно еще так свой спейсинг рассчитывать чтобы находиться в момент прыжка в воздухе находиться в момент курвы это касается собственно всех курв на этой карте ну и здесь тоже чтобы не набирать постоянно высоту а набирать еще и скорость побольше нужно использовать этот слик и на нем делать прыжок и дальше плазмить классный угол да а еще либо я скажу что я заметил на всякий случай что вы обратите внимание на skybox то есть он красивенький да вот факела хорошие мы с зимоном отметили но также было замечено что вода коричневая пахнет немного еще наверно пахнет плесенью какой-то говниной всякой но не в прямом смысле а в смысле в воде же всякой хуйни плавает да рыба от хуйня вот это может быть от рыб а может и от рык ясно беатриксовский потому что не карта в целом конечно динамичная но заметьте skybox нам дает знак что вода коричневая здесь и она более чистая там то есть чем дальше вода от карты беатрикса тем она чище класс все это все что я хотел сказать ладно растягиваем трафик так сказать здесь у нас немного текстурки да какие-то как-то это классные текстурки чудо в общем то здесь тоже нам надо находиться в воздухе на курве и везде надо пытаться находиться в воздухе здесь вовсе не обязательно спускаться вниз при быстром прохождении достаточно просто хорошо проплазмить и здесь нам дают две ракеты отстрелиться ракетой чуть-чуть вверх чтобы сразу залететь на верхний парк потому что при большой скорости мы тут никаким образом наверное не сможем эффективно подняться спускаясь на нижний этаж вы можете примерно кричать сколько там у вас скорости будет когда вы даже нижний этаж не забиваете да но внутри 3000 где там 3 400 но при быстром прохождении здесь у нас по моему клип сюда прыгать не буду или или да нет 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 клипа в теории здесь можно было бы срезать на скорости слишком много скорости слишком много короче и да у меня же есть но клип точнее все гораздо проще да ну в общем то эту срезу мы не юзаем она юзается по моему только в стрейфе в стрейф версии и собственно плазмим 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 ну есть два варианта как выпустить ракету в этой области то есть одну выпускаем в эту стену чтобы подняться на верхний этаж точнее чтобы не опускаться здесь мы здесь нам лучше не плазмить вообще по этой курве потому что очень много скорости и лучше сосредоточиться на том чтобы кнопкой вперед себя плавно направить то есть чуть-чуть опять же заблаговременно перед поворотом поворачиваем но в демках я думаю увидим такой маневр и не увидим не в моей увидим ну мы морднем ничего не увидим а ну может быть ну в общем это нужно придрачивать это фиг знает как прямо объяснить это нужно прочувствовать с какой скоростью вам нужно поворачивать что а чему она ну это просто просто курва почему-то а по а зачем так не знаю ну короче не суть в общем мы тут вторую ракету мы можем выпустить непосредственно перед курвой чтобы сделать здесь прыжок например перед ней мы сделаем прыжок делаем прыжок 2 здесь и здесь также собственно стрейфом огибаем и вот эту же стену можно доплазмить как видите у меня там даже эти есть возьминки конец демки и либо второй способ это здесь не стрелять потому что здесь вы теряете очень много скорости на этих двух курвах если еще как-то неудачно повернули то потеряете еще больше и вторую ракету можно непосредственно откуда вот где-то здесь в этой области либо чуть позже отстреливать и потом там пару фреймов да еще доплазмить если у вас такая возможность есть в общем то не особо вариативная карта в конце разве что с ракетами была небольшая дилемма потому что я один раз перебил с ракетой отсюда 2 2 раз я перебил здесь ракету где-то выпустил потом перебил еще раз здесь выпустил и в итоге я не помню уже финальная демка за где у меня ракета была но вроде как где-то вот там было ну как-то не знаю короче карта ок beatrix лол конечно ой beatrix лол бардак лол конечно пола получше немного в плане динамичности и вариативности там очень много всяких специфичных моментов но давайте смотреть на им кита уже если димон у меня чего давай ты посмотри на право я кофе пью подожди да да черни так с этой тени откуда что это я думаю что солнце в пизде во первых а во вторых я думаю что это что если солнце где-то допустим внизу то но может так лампочки отсвечивать вот эти допустим странно они специфично они отсвечивают знаешь но он видишь здесь тоже такая фигня допустим но это лампочки я думаю что это лампочки просто так просвечиваются просто посмотрел потому что ты между брошами а ты ожидал что там будет ярко или что ты там не посмотри почему я вот здесь вижу бражда находясь в браше а потому что это брошь торчит а здесь не могу видеть эту брошь это это так это то как у нас пока все оптимизирует возможно возможно там колка на какой-нибудь мы сейчас обозреваем подожди подожди здесь прямая стена смотри это треугольники по ходу когда по ходу когда врезаешь курфу могут случиться треугольники но он не врезал курвы мы же видим вот это она она выглядит так но на самом деле это прямоугольник это да то есть два призвают а блять не 4 скажи да это квака тебе так показывает ну ладно на самом деле если ты зайдешь в россиян то тобой выглядеть как прямоугольник ну ты понял кто это он вижу здесь тоже свет какой-то тут откуда-то цвет он солнце опять он ебошит через всю карту так мы закончим давай демки смотрим или нет демки пошли демки смотреть так своку 3 да своку 3 керф чайно давай по очереди ну я уже по ходу 32 0 play play керф чайно так вторую ракету на курве использовал хорошо проплазмил виде он тоже в воздухе находился во время курвы а здесь уже прыгал в самой курве очень много потерял есть опять же в воздухе находился руки джамп не очень хорошими нас 200 усов не очень хорошо курвы проплазмил но в целом чистенько правда в конце можно было бы не подниматься вверх а просто по прямой на плазмить так было бы побыстрее возможно он бы там еще 200 где-нибудь срезал но тем не менее пройдено чистенько все хорошо кузлях 31 и 6 давай демон твой так кузлях так руша руша отстрел такой редкий потерял так зону не попал стрейк странный рж проплазмил проплазмил прыгал в курве потерял проплазмил проплазмил два раза между прочим внутри буст два раза сделал ну может проморгали да но это было два буста только что баку кузлях и на самом деле красава так дивок 21 и 9 ой 29 и 1 мулой что там жмякашь дима ничего не так тоже второй ракет был на курве плазма более четкая хорошая же каким-то чудо получился на 1900 правда потом скоростью потерял на второй курве но такие курвы я думаю что многие люди просто даже понятия не имеют как ее нормально проходить здесь немного видим за нервничал руки джамп и очень хороший получился ну и в конце нормально проплазмил и просто достать его почему бы и нет ок ок 21 тоже чистенько но я думаю что мы каких-то прямо ошибок ты не найдем нигде просто что быстрее 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 ну вся карта строится в курвах типа ты просто должен самого начала набрать максимальную грубую скорость ее сохранять и чуть-чуть наращивать все вот вся карта про скорость просто и все 263 мразоров play так тоже изрушит как много игроков изрушил на удивительно удивительно возьмет четко джей конечно не такой эпический нормальный прошел хуже вроде как много скорости с ханей джи плохой терял столбцов углы страшные как ты не упал вообще страшно было смотреть концовку да это было это опасно гмук . 25 9 плей блин мне чуть позже запускать по ходу по ходу так тоже перед курвы использовал под себяшка нормально чуть-чуть курве под застрял но это нормально так вообще очень плохо еще под себяшка и хорошо проплазмил и в конце хорошо проплазмил а ты заметил как он вначале рг-буст сделала да вот так вот вот так вот в ритхе 25 и 3 play из юс и я бы хотел побывать в стране юси да писать какой-то менталитет попиздим он все равно обзоры наверно не смотрит типа нахуй нахуй его обозревать он не смотрит я вчера такой блин он прошел очень круто на самом деле но потерял на какое-то на предпоследней курве в который поворот перед этажами такой он там по моему потерял очень много и потом еще с углами чуть напоролся но внутри на самом деле сложно по этим курвам наверно плазмить потому что аэроконтроля нету если тебя как-то пихнуло неудачно то все рип ну и к тому же я думаю такие большие курвы они все-таки для больших скоростей 3000 усов и 4000 усов они таких скоростей идеально будут ну да либо лучше вообще курвы не делать а вырезать цилиндр и будешь здоров так сказать делать их детали чтобы не застрел да ацит красноярск красноярск 23 5 play так две ракеты сразу использовал срезал неплохо плазмит хорошо сразу ракеты все используют 2000 усов потерял на второй курве там очень много на этой курве хорошо сохранил ускор все очень много чудом как-то просто джамп ну а че у него джамп спамится с луи ты видел в конце спамят и спамят че ему ну так удобно или че ты или че тордеон я валютировал я заметил спамят и спамят че ты он не один кто спамит нахуя спамить это прыжок там вообще на самом деле если говорить на частоту то нажимать прыжок при плазмировании нельзя потому что у вас тяга к стене уменьшается ну да но я вот сейчас подумал может просто на курвах и нужно зажатым прыжком чтобы меньше к стене прижиматься чтобы не не застрять типа ну вы кутри по крайней мере возможно возможно ацит просто гений а мы тут а мы такие основе оснан зай 23 4 плей блин опять сразу нажал где-то две ракеты сразу вниз и полкуру как хорошо по плазмирование вот на второй курсе не потеряла что второй курсе как вы это делаете плазмирование как ветки просто в них вы посмотрите на эти ракеты пара плазмирование в конце вообще не очень вообще не набирал скоростей а три под стены и дальше обратно не думал прилипать вот так и но бывает 2 3 бывает бри а сын 23 ой 26 на секунду чуть чуть меньше обогнал ашанзи тулой из свитерла да странная к это город дверки сразу использовал но они очень слабенькие за 100 следующие 2 не очень слабенькие тоже обе курвы в воздухе прошел за счет этого очень много скорости сохранил и 2 курва в воздухе было но нормально вот тут тупо чистенько то так прошел на все курвы хорошо прошел но все равно нужно стараться лучше про кип-оп на 2 секунды быстрее сделать это насколько быстрее на 2 секунды прикинь двадцать четыре х из из руж плей плюс тут тоже нет где-то в слове руся тоже нету ну ладно это к дональду вопрос буду спрашивать какие ракеты смотри какая плазма диму какая плазма красивая ой это посмотрите на этот спейсинг он еще разного шоу товарища быстро сыграл хорошо у да player name у если чё ну ок так пакистан а он же аллах 21 секунду и 3 перебил плей пакистан из 14 8 8 да да это иван у нас есть кто не знает иван классный кутришник плазма бог на 23 0 и 20 2 300 23 тысяч очень много скорости это агрессивная плазма правда в конце чуть-чуть по моему он слетел так сказать с колеи а в целом очень быстро но уже вот секунда казалось бы сколько чуть чуть больше скорости уже секунда все зависит от старта от того кстати говоря вся весь тайм по крайней мере в цпм зависит да и в кутри наверно тоже зависит от того сколько скорости ты сохранишь после второй курвы которая вот там но тот полукруг есть на 180 вот сколько ты вам скорости сохранишь сколько у тебя будет после второй курвы от этого и time зависит весь потому что дальше там ничего сложного ну типа дальше там ты особо не это дальше ты наращиваешь стабильно короче а на старте ты можешь нарастить попробовать больше за счет ракет а там тебя тупо плазма там ты ничего не сделаешь короче бригант 24x бриганда перевел парки-поп это надо отметить карандашом play да странные достаточно углы которые мало очень странные углы странные решения принимают бриган я понимаю для чего он это делал много скорости ракета от себя что было больше на высоту чем на скорость на это глядя на то как он был близко к стене который мог удалиться я думаю это вполне оправданно ну да ну и в конце про плазмил довольно неплохо ну и в конце отклеился чуть-чуть я думаю что пару фреймов он потерял пару фреймов может это было 200 а может это было и 40 димон так парки-пап 22 плей первое место поздравляем тебя парки-пап но скорости здесь побольше и везде скорости чуть чуть больше и в конце тоже чуть отклеился вообще концовку никто нормально по ходу ну вы кутри тяжело все равно хотя можно было бы конечно дозу в чё тяжело это кутри лекцию может тяжело абригант иван и вот тут наш топ-3 да их есть тоже класс классный плазмер могли бы постараться чуть лучше мощь поздравляем вас ребята стоп-3 всех и перейдем к цпм 39 и 7 быстро x8 руша санкт пруша плей руша санкт пруша да так давай 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 я давай ты я не знаю ну тут 14 минут сервер тайма 15 минут из которых он наверно стоял нас но определенно знает как ну да он наверно изучил ее до спайсник так прицел дернулся как будто рифлый год boost с плазмоклимпой дело заметил немножко до плюсик секунд от моего рекорда ну димон надо стараться лучше вообще ну не знаю я так понимаю что реально человек просто чуть-чуть поиграл и отправил возможно не понравилось просто карта и и сюда понять можно мне тоже она не очень понравилась но я решил стараться лучше rx8 и тебе совет 35 кузлях плать так по внутренней стороне ночи ну да то есть просто завернул решил курвы не трогать от греха подальше так сказать тоже просто завернул но плазмит мал плазмит очень мало по стене здесь счет всю скорость потерял и здесь вообще-то надо было бы нажать уже kill но скорее всего он слишком хорошо прошел всю первую часть как никогда не проходил до этого поэтому решил так уже пройти от мучиться ну бывает бывает вейт таба 24 до 46 плей на 6 секунд между прочим старт 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 1335 не использует ракету сохраняя две ракеты смотри срезает скорость чтоб повернуть использует здесь ракета плазмой ну вообще туда неплохо высоко интеллектуальные роуты со сохранением ракет я я так думаю что ты тут такого даже и подумать об этом не буду ну подозреваешь что да димон только подозреваешь да получается подозреваю так прочерей димон о димон смотри тут димон двадцать четыре три беларуш ми минш что это плей так дмитрий из беларуси с плазмоджопом начал чё чё может это как голем переехал он тоже дмитрий вроде минск так нормально все прям нормальненько вот в конце конечно не проплазмил но очень нормально прошел очень даже ничего смотри как прошел смотрите плазмил проплазмил и посмотрел летит или дать далеки вообще он контролирует все до контролирует или свой рам дмитрий всегда контролирует дмитрий контролирующий это новый царь двадцать три девять волкан войт в твой руша хире без гб это сразу минус волканой вот так вот чё он доверил я черт дернулась до всех у них что дергай ой царе 4 позорную скорость потерял на курве я даже не уверен стоит ли говорит что потерял скорость на курве типа то наверно сам узнают что он потерял и от этого бесится что он не знает как не потерять эту скорость типа блять смотрит на какой-нибудь кутриликс блять да я знаю нахуй как конечно потерял скорость заебали ну типа скорее всего если бы я играл тут сколько блять шесть месяцев я бы даже не заметил что я скорость потерял на курве потому что курва это такое место где у тебя глаза отключаются просто да да ну не знаю до сих пор так ну кстати всем советую поставить скорость по центр прицела вот прицел и вдруг да если вдруг у вас не так потому что в этом случае вы можете следить всегда за скоростью если вы где-то об ее потеряли то вы это точно заменить заметите так что имейте ввиду у кого еще не так можете спросить в комментариях а как сделать скорость под прицел будет напиши плюс тогда я напишу вам что надо прописать все можно возможно а возможно пропишет димон возможно я подумал может я напишу может быть нет да может и я не напишу так что вы вы пишите комментарии а там разберемся 23 2 сергей куск кантри хире play сергей куск суки гер так одну ракету сэйл неплохо на самом деле так поэтому может быть буст но нет тут везде мог бы быть бустим ну в конце не отклеился по крайней мере нормально нормально все это все это все это время он бежал прицел в серой зоне и в итоге он не мог и обратно приклеится в другом случае но это ракета это конечно это сделало мне погоду нормально красиво так 23 один violence из узбекистана вы узбекистаны в суд узбеки и он так пошутил ой 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 смотри как смотри даже на карту не нужно смотреть чтобы я пройти согласен на карту лучше вообще не смотрите на ты видел даже в водах старается не смотреть у воды есть глаза воды есть все димон а теперь у меня есть талософобия талософобия боязнь глубины да ты талософобия по моему так ну она пишите пишите в комментариях если это так так сказать да да пишите конечно же на любые комментарии нам очень приятно ну короче по поводу вайланса я уже честно говоря не помню что там но я помню моменты что в конце не очень хорошо поворот этот прошел на 180 то там вообще в принципе любой поворот это просто пиздец короче про карту про карту про карту в дайте то все очень даже неплохо и технично старт выполнен кстати говоря 23 ноли пумбыч руж play ну мы знаем мы помним что это римыч римыч если что не ругайся мы так немножко шутим так уже с густом уже о кто коменте ты 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 смотри вот этот тот самый этот космич помешал хотел стрелять углы тоже ну может они не знают что пристел нужно держать в зеленом я понял тимон они они думают что когда ты стреляешь с плазмой это как из танка блять в gta тебя типа отталкивает и они просто стреляют как бы от себя типа чтобы их толкала назад ну ты понял сам выстрел порождает да 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 я по это ребята это не так работает это все что я могу сказать 22 и 5 это у нас обзор такой получается что у нас 7 угораем ли просто немного болею ну я я думаю ребята не против а если против пишите в комментариях мы я больше не буду звать диму я не буду хотеть угорать просто буду обозревать дамки и все зовите дональда дональд сказал что он будет участвовать в обзорах на картах на которых он топ-1 мне даже как-то немного жаль что сейчас на обзоре не дональд почему я вместо него потому что я хотел бы посмотреть на обзор зону я понял понял я бы тоже хотел посмотреть на обзор с дональдом может может вы запишите вдвоем без меня я залью на канал это будет очень странно в общем ладно ну дональд здесь не занял первое место поэтому он и не пошел на обзор хотя ему не особо прям предлагал но я бы спрашивал типа чё хочешь еще записать если горит где-нибудь займу первое там запишу потом ну блятишь какой ты ж доллар смотришь да сейчас ты чё делаешь до 22 и 5 начать начать голлой значит пошли до так мусты так идет начать так ракету сейвит г.б. нет не г.б. тупо вверх тупо зерва это это не это минус на самом деле очень много скорости потерял на то что возьму просто вверх ну давайте еще раз посмотрим давайте в конце после первой курсы я думаю что это рандомная хуйня димал это не приз за оригинальность без убит на час ты посмотри давай я включил краски ну да буст немножко но я не думаю что он это сделал специально лимон до полюбому нет тогда бы он меня перебил если понтаки бусты специально делали можно и кровь сил 22 и 4 play из ружья да кто базарит ты бы завершил я я давай я побазарю давай побазарю ой это самое прям это оригинально на аккуратно аккуратно не про плазмин в конце конечно такое но все еще аккуратно прошел и я считаю что все еще лучше без густа чем с густому начаться 22 3 косма байкер дни про украине ой на что там же мякаешься я ничего не знаю я все слышу дима ну ладно я почему не в тот момент это мог быть под себяшка с плазмой но кстати думал что это что не оказалось что просто рука дернулись да ну я что-то как-то задумался ну неплохо неплохо что я могу сказать кипиш кто говорит кипиш говорит теперь давай давай play 21 и 0 из чулябинска ты говори давай мы поговорим давай давай ну да вот же динозавра не свинил для давай ай на второй курвы потерял так мы подожди а про чё говорим про то что не надо делать карту с курвами вот я орехи соленые с квасом заходит классно на самом деле с квасом много че классно заходит ну да даже пиво 26 губок . полой на 400 перебил кипиша не кипиш нормально нормально но банки более-менее типа одинаковые у них вот здесь хорошие ракеты к соли и хорошо прошел первую и вторую курву хорошо прошел и ракета хорошая еще хорошая ракета и в конце даже не отклеился димон смотри красавчик да красавчик ну либо повезло топ-7 понимаете только сейчас не понимаю как возник но я думаю что другие тоже понимают но им не очень повезло я тоже понимаю но на этой карте в тебе это не спасает понимаешь скорость 3000 тебя заставляет понятное дело ты будешь отклеиваться ну мы все понимаем ладно хухала 21 play 4888 4 одежды это было классно хорошо вот мы услугу да я виду d500 призерлился перед курва из-за потерял заскинил куру в итоге не так это делается ой ракету использовал смотри да это это было колесо кручения на кнопке атак понимаешь в конце с перчаткой да так можно да ну ладно тогда не будем по по ходу разным к валидная димон 88 но много перебил прям перебил перебил торжей play а торжей же из беларуси ой да с беларуси же был чё он в россии делать или мне кажется у него вроде флаг беларуси позвони ему не знаю кстати мы это кстати говоря не говорили что можно сделать там boost что у нас как бы карта складной а в итоге бусто в топовом рауте нет так там некуда бусто пихнуть ему странная хрень какая-то да да это вот тут ну надо маппера спросить на самом деле почему даже пустов с плазмы негде сделать девиз же есть вижу плазму делаю boost а тут нет не есть сидел вижу уроки делаю boost ну да ну ну как же димон понимаешь мы обозреваем карту beatrix always если бы это было цельное предложение типа beatrix always что-то да так то можно было бы продолжить что beatrix always cpm делает skybox где вода под картой коричневая а дальше от карты свежая чистенькая не на самом деле если говорить про мапперов типа из таких вот борющихся между собой так сказать модернистов это beatrix и эдик и у эдика иногда получается чуть-чуть лучше он какие-то моменты прорабатывает прямо а beatrix у как будто бы просто них вот не хватает может усидчивости или еще что-то но типа как будто чуть-чуть не доделано типа знаешь что-то не хватает как-то чуть-чуть не продумано тут чуть не продумано там это говорит и об этом говорят и всякие кривые триггеры и клипы которые постоянно на его карте находятся но здесь такого нет он все заклипал но тем не менее на других картах это бросается в глаза что можно хуяк по потолку попрыгать всю карту срезать там где-то можно триггер облететь где-то что-то еще нужно такие моменты прорабатывать или найти себе какого-то тестера который тебе будет говорить что вот так вот неправильно сделай по-другому как-нибудь и ты должен к нему прислушаться и переделать а не сказать ему да да конечно и выпустить карту ну ладно короче топ-4 ну то самое слышь ты он постоянно же beatrix заходит на север и на севера грит я ночь не спал сейчас 8 вечера типа может еще карту сделать типа поэтому я думаю я думаю ему не хватает сна нормально тогда будет все нормально если он вот блять поспит нормально я больше двух часов может он сделает карту нормально нормально может быть тогда в этом случае beatrix спи не делай карты спи ну либо я не знаю ты всегда можешь какие-нибудь ты можешь обратиться ко мне всегда я тебя ни хуй сошу ничего я просто высказываю свое мнение субъективное про твои карты кому-то явно твои карты нравится мне нравится но не все ты можешь мне прислать скриншот или там что-то какой-то видосик записать и типа вуди посмотри или там конечно мапу тестить у меня времени не особо есть этим заниматься не буду но какие-то моменты мы можем с тобой проговорить или ты можешь спросить а как лучше вот это сделать а как лучше вот это сделать не стесняйся всегда пиши мне можешь димона написать если он не против этих не всегда вообще демки скидывает типа зацени тэнку я иногда смотрю иногда говорю что я нет не буду смотреть и я когда но в большинстве случаев я говорю что мне некогда но я иногда смотрю дымки ничего страшного короче beatrix ты не стесняйся мы с тобой можем наладить диалог в смысле мы как комьюнити так сказать семейная ну кстати если посмотреть так то у beatrix хера карда он делает их очень немного да соответственно я делаю вывод что если у него карта кд хуя то тебе будет казаться что ошибок он делает больше потому что у него карта в принципе больше поэтому может быть мы слишком сильно нагоняем на beatrix а что у него так много ошибок а на самом деле ошибок у него также как так же много как у обычных паперов только в процентном соотношении так же мне кажется просто надо чуть повнимательнее делать и все просто не то что без ошибок понятно что ошибки могут быть и будут просто нужно типа как то как я только что хотел сказать и забыл нужно типа не просто положить типа клип какой-то и теперь забить на него хуй надо проверить самому а можно ли его как-то облететь а где-то с другой стороны а может я что-то не заклипил но это все в конце карты обычно делается насколько я могу понимать то есть сначала же ты геометрию строишь всю там может дизайнишь еще что-то а в конце всякие клипы триггеры делаешь ну к триггеры может быть попутно делаешь но клипы разные там в потолке в полу и так далее в стенах это все вроде как последний момент делается и возможно просто beatrix может забывает может не хватает внимательности и так далее как бы я же не говорю что он нарочно делает эти все там ошибки что у него можно пол карты срезать через потолок и вот помнишь допустим стрейк карта была не помню как называть 32 что ли где такие полукругами такие карта где еще в конце среза бешеная была стрейф такая серенькая возможно но на ней много дрочили там еще beatrix тоже тайм хороший поставил типа нормальная карта можешь делать нормальные динамичные на скорость карты стрейфовые пушки я думаю тоже можешь ты можешь просто взять вот эту же карту стрейфову поднять стены дать 10 ракет и все пиздатая карта будет заебали делать стрейф на самом деле короче 17 4 в рифе юса плей а подожди мы про кипопа посмотрели не 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 подожди подожди ну это у нас была затравочка перед топ 4 а что же топ 4 а что же а там 2 демки по 17 секунд узнаем после пиздежа да ладно это была рекламная пауза короче 17 и 7 про про кипоп плать маскарова кто говорит ты я кто говорит слон это из сказки я понимаю вас если стишка я возможно бы нормально ой 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 про кип-поп чтобы так круто звучало но не сейчас ну бля я уже придумываю дима 3 будем придумывать давай давай усыплый давай усыплый играющие усы димон надо вместо кнопки если бы я вегасе делал обзоры я бы так и сделал быстро нормально у него вся остальная часть чуть побыстрее чем про кип-оп поэтому такой плюс есть ну ну и в общем то решали же что ритх не смотрит обзор поэтому но да но тем не менее нужно я думаю про кип-опу хотя бы объяснить ну типа вдруг он смотрит у бля почему у него быстрее то же самое сидел а вот тоже самое но и медленнее про кип-оп надо хотя я бы похлопал мне рука занята держать я садим а как раз так сразу рука занята так я и тогда неплохо так все осталось стык сплазмит блянь ой 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 в конце не очень не не очень мне кажется материал из-за того что он плазмил в итоге он скимил курву очень много до на такой скорости но я пришел по крайней мере к выводу что он такой скорости лучше не плазмить по курве потому что можно либо застрять либо потерять слишком много поэтому я просто огибал ее без плазмы все так давай ты демонт а говори о я буду говорить данный давай давай пулей пулей все пошли говорить ну туда один 227 так декабри Корно con 40 где breaks нормально мало красава ты что против я еще там еще был прикол в том что я последний я на последних курвах очень много скорости потерял да 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 и у меня там было перед чеком последним плюс 136 у меня было плюс 244 или что такое ну короче плюс 200 у меня было я пришел в плюс 100 мне было очень обидно но у меня не было больше сил играть эту карту типа плюс 100 материал ну а давайте пойдем браузер демочки у нас рейтинга пока нет у нас пока что не проставил но тем не менее 13 демок в кутри 19 cpm в кутри у нас призеры и 1488 нл бригант и проки-поп в cpm в ритх и вуди кстати кстати я тут зашел на днях в рейтинг посмотреть а на каком я месте я я на 43 месте но я просто не играю ну мне уже наверно а сколько сезон длится много он недавно начался у меня есть шанс вот ну я не знаю просто и времени особо нету ты иногда просто день играть варкап с картой которую мне не хочется следующая карта у нас сегодня кончается обзор где-то вечером наверное будет 15 сегодня же кончается барда клоу да поэтому я его играть больше не буду потому что мне уже некогда я очень я поиграл денек типа ну короче можно где-то 13 5 мой так сказать prediction что там я видел литиум сделал 13 7 я думаю что можно где-то 13 5 если все очень грамотно и четко сделать но я не очень люблю full прям плазмораны поэтому я не не особо прям поиграл я ты играл видимо он я играл ее очень давно по моему я уже вообще не получил ну не играй ты такой себе не карта классная побольше бы карт бардока на самом деле на варкапах кстати следующая стрель будет ну ладно мы разберемся все ребят всем удачи всем спасибо по поводу кстати монетизации спонсоров еще раз спасибо тем кто стал спонсором но youtube отключил мне пока что монетизацию нужно подтвердить там я писал сообщение в ю тубе но может кто то не видел нужно там подтвердить какой-то пин-код я жду когда мне его вышлют и спонсирование и всякие там штуки все это продолжится так что пока пока вот так вот я думаю что ближайшие неделю-две наверное все возобновится и стримы я не знаю когда будут пока что много работы никогда совсем сил не остается когда силы есть я стараюсь просто отдыхать от работы играю рисков рейн немножко ну ладно все ребят час уже варкап идет час идет паркап да уже до запись час ее а запись ты идет запись ты идет демон что что-то хочешь сказать наши нашим дорогим слушателям я уже все сказал доска не сказал только одну из до связи до связи